так друзья мы с вами саду железова номер 3 так совершенно молодой сад небольшой участок миллион рублей и пожалуйста теперь надо каким-то образом вернуть этот миллион покажу как я делаю деревья причем сразу практически с первого года жизни делаю их маточными почему да они жертвенные деревья да они у них страшная жизнь они всю жизнь предстоит быть искалечными нет преувеличив до 6 8 надо 10 лет потом я их они становятся просто приносят доход надеюсь принесут доход в виде косточек семечек и где-то с 20 года жизни когда они станут вот такими видите как вот за забором вот это вишня кстати они будут уже отпущены на пенсию а потом после 30 года я их выпиливаю почему потому что стране для опытного сада лучшего в сибири а по качеству плода в россии места нет нету миллионы тонн миллионы гектаров заросли лесом заросли соснами а землю так и не дали сказали берите кредиты покупайте то есть страшная вещь а здесь я вынужден передать вам опыт такой что чтобы нас наши кружок увеличился увеличился вот посмотрим итак тема такая маточный сад смотрим далеко давайте вместе посмотрим это единственное дерево того несколько яблочек казалось бы не сашка дело заниматься мерседесами вдруг кто-то говорит а я хочу живу у меня ностальгия я ну а как хотите ладно достал черенок вот он московская грушевка дала несколько яблочек убедился все правильно и она сколько лет она привита на подвой у нее сибирка причем корневой отводок а значит сдержанный рост вот там и самой земли у нее это это самая прививка сделано отсюда так как это ювелирная работа то вы даже и не увидите смотрите на эту веточку сбоку вот вот она вот 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 она видите а это уже есть корневой отводок только он сильно близко его не отрежешь из то есть не откопаешь чтобы использовать конечно самостоятельно но мы это уже проходили вот кстати замечу сегодня 3 марта начало весны на начало весны это как было на украине когда мне учительница в школе я учился в сельской школе вот сказала 1 1 декабря начинается зима и так и случалось 1 марта начинается весна то есть там уже снега нет в этом 1 марта все правильно но здесь сибирь значит часть частично а да начинаем возраст смотрите нижний ярус это исполниться год вот этот ярус видите я сделал обрезку для того чтобы она стала маточником раскинулась раскинулась это специально до калечу что еще делаю смотрите а да и наконец вот это уже деревья которые в боковой ветке год прожили и мы четыре года я одновременно руки чешутся как говорил черномердин чешутся руки почешу в другом месте не могу в другом месте смотрите прививка одна пошла что здесь написано здесь написано голден делюшев вот дело в том что кроме голдена который я уже показывал плоды причем три года назад я уже показывал на этих молодых деревьях плоды уже до 500 грамм веса ну естественно курдюмов засомневался это голден еще кто видел фотографии ну хорошо ну вот пришла посылка а там были персики они погибли сразу с крыма и там были тоже привитая на карликовые подвои на те палки пророщенные с выросшим из ничего корнями вот и там был среди голден делюшев тоже ага думаю ура теперь-то я выращу его вот она прививка пошла и сравню почему это мой голден отличается от него влияние по двое вот или ветром надул или что и вот еще одна попытка видите она неудачная и так это дерево становится и просто не просто а именно маточным и еще и селекционным вот мне удалось отрезать от умирающего голдена теперь что я могу сделать я могу дальше вот смотрите уже привито это третий этаж я могу вот здесь отрезать оставить бочек на развитие и вот эту часть использовать для того чтобы еще опять одно поколение вырастить даже не знаю еще что она из себя будет представлять надеюсь супер этот момент но я еще думаю мне некуда садить мне вот этот кусочек остался вот это где бочка стоит под овощи все а мы сейчас переходим на следующую стадию вот сама садик я садила сама буду выживать это я переначал знаменитую это выражение сама садик я садила сама буду выживать и так смотрите что я уже отрезал одну ветку вторую ветку раньше раз два три смотрите вот эти почки я их никогда не трогаю это резервно спящие они просыпаются только тогда когда случается беда у дерева вот это есть беда а вот эти вот раз два три они потом вот по такому же принципу видите вот я обрезал смотрите и она расстроилась была одна ветка вот она вот она стала 3 теперь внимание опять беру тут почка спящая вон с стороны спящая потом раз два три вот здесь вот под таким углом отрежу так вот так вот это я сделаю потом просто я сразу после обрезки замазывается занят вот и вот эта веточка пойдет уже к вам или сергей ее приведет и продаст вам уже саженец поняли да значит получилось так что был спрос маленький раз-два-три-четыре отрезал и дальше может быть больше не понадобится будут заказы вы же видите в кино значит вы возьмете я вам туда вот эти отрежу если она кажется покороче я кладу две вместо одной и на меня никто не обижается вот идем дальше вот этому дереву пятый год пять она действительно старше вот посмотрите как она выглядит я уже первого-второго года начал калечить ветка смотрите видите надломана а я никогда не вмешиваюсь вот она она выжила вот отломилась от урожая 3 но может быть не надо было поднять и подвязать но не на руки не доходят нет у меня почти помощника смотрю что здесь написано десертный вот этот десерта я раздобыл у чернобаева чернобаев раздобыл у филиппи вот чудо сорт ну не сказать что самый крупный 60-70 грамм но вкусно невероятно смотрите что я сделал отрезал 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 обратите внимание на качество обрезки ну вот яркий пример вот этот расстроился на 2 видите вот этот фактически надо смотрите а вот этот вот идеальный случай натрий расстроился вот уберите а вот умеют что-то делать умею и теперь вот этот сколько десяток я пытаюсь вам продать продал несколько вот а мне спрашивают какой вкус а попробуйте сказать какой вкус я сахар не меряю некоторые а мне характеристики а вы мне сколько там этого в нем скажем сахара сколько в нем кислоты сколько в нем а я что ученый ученые отказались мой сад привезет отказались вот ладно получается что а я выкрутился хотите сказать как говорю я не ученый у меня свои характеристики знаете как я сказал про десертные сказать держите за стулья я сказал слаще поцелуя ну нормальных людей моя характеристика устраивает некоторые недовольны они думают как если десерты они найдут в интернете если они его посмотрят там характеристики и думают что вот это я там был и думают что эти деревья похожи на те абсолютно у меня с этот полностью до сто процентов изменился этот канадский монетоба у меня серафим уже сколько деревьев столько разных этих вот чё сказал курдюм микола иванов сказал железо с прививками особыми прививками куб сразнил понятия сорта вот так а что это разве плохо а вы хотели бы чтоб все дети были похожи друг на друга а вы знаете для чего у человека 100 миллионов сперматозоидов у мужчины у настоящего мужчины не у современного который вырос в это подгузниках и в памперсах а значит он на всю жизнь остался ребенком то есть минимум спермы сперматозоиды это ослабленная потому что у него искусственная брюшина вот и кажется раз молка молчит или потому что до самых верхов до министров капиталистов эти самые дураки уже уже не ни одного умного не осталось или это специально чтобы наш рот загубить когда бьют женщину ногами мужчины идут мимо и отворачиваются вот а сто лет назад кулачные бои когда зима энергия прет мужики сибиряки выходят там на улицу выстраиваются в две линии и мордобой выбитые зубы некоторые счет даже ломает что-нибудь но без этого невозможно представить себя мужика а сейчас нет сейчас все тихо спортивные площадки пусты я свидетель а почему это все говорю потому что комфорт он не для людей опасен смертельно опасен для всей нации мы тоже одели подгузники и памперсы своим детям и опасен для деревьев вот эти деревья живут на грани выживания а сейчас я показываю перед вами поверите нет перед вами абрикос который я называл персиковый это супер абрикос то есть вот это потенциальный мой следующий у меня десяток супер сортов лучших в россии даже уже на украине практически все исчезло разучились а это который на украине звучал как персиковый абрикос приехал сюда дох 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 веточку перенес дох 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 веточку перенес я показывал на этом сам на год назад я показывал вот его вот он видите вот он вот прям на него вставился от него веточка пошла сюда этот стал помоложе ему раз два три четвертый год привит на манджурский абрикос обратите внимание почему у меня абрикосы до 30 лет я уже вынужден выпиливать почему они не гниют поняли почему в этом году было мало снегу 20-30 сантиметров новых и холмы кстати небольшие и вот что получается они же используются мной как маточные видите берки видите вот 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 видите вот этот вот плохо прижился а вот этот вот почему-то в боку полез все мы сегодня не не селекция сегодня у нас тема обрезка и так специальная обрезка опять смотрите обрезал расстроился это вы сейчас абрикос смотрим с украины почему он живой не замерз предпоследняя зима была 40 градусов но это было теплая а потому что он на это на манджурский привез и вообще по барабану и это уже у меня второе поколение уже она уже прочнее вот на том было пару сухих веток сразу за бочкой растет кстати вот видите какие-то приросты не текут вот так сейчас секундочку я отвечу жизнь продолжается серёжа через десять минут закончу фильм перезвоню а если черенки резать я сейчас пойду резать пожалуйста нет эти теплы не легонький ветерок прямо в одовольствие ходить пришли мне сам иску я начну резать а посоветуемся посоветуемся ладно а все равно пора это самое ранняя весна весеннюю обрезку начинаю так что не выбрасывать же добро ну давай пока вот вот с этого абрикоса хотя она у меня готовилась как маточная но прошлом году и по запросам не было плодов что было делать я продолжаю по инерции их обрезать смотрите вот обрезал прекрасные ветки выбросила вот обрезал прекрасные ветки выбросила полюбуйтесь вот и до сих пор не знаю что все так и привез с украины кроме названия что персиковый ничего не знаю что делать использовал как этот самый он же украинский он настолько плохо пришли привык смотрите я пробовал его на него третий этаж какой вот я пробовал пойдут ли на нем сливы венгерки не пошли я пробовал вот это что такое за зараза опять венгерка вот это к чему чудом кривая горбата пошла не пошла с той стороны вон там бирка чудом пошла но знаете как то есть двух зайцев убивая смотрим да пошла шутся так а ну-ка да мне саму интересно я время венгерка то есть смотрите я ищу по двое венгерок венгерок на абрикосе да именно на абрикосе получилось у чернобаева мои венгерки на его баях получились дали супер плоды но это отдельная тема вы знаете итак вы видите великолепное подвое а у меня уже секатор видели в руках заканчиваю съемку что я делаю смотрите приросты вот эти приросты примерно метр пятьдесят метр 80 вот эти вот и а плодом нет оставить так она постепенно потеряет качество именно дерево маточного то есть я сейчас опять смотрите вот нижний побег опять пять почек отрезаю и опять сейчас здесь примерно раз два три четыре пять десять пятнадцать двадцать двадцать пять тридцать сорок полноценных веток я например получаю на нем прекрасное плоды надеюсь все таки украина вот надеюсь так вкусные опять слаще поцелуя и на следующий год у меня будет сотня черенков а я хитрее всех я сам с украины сейчас говорят на слова хохол обижается я говорю я хохол можете меня хохлом называть для меня никакой обиды я наполовину пять процентов ой нет у меня еще немецкая кровь польская кровь вот получается не немецкая немножко польская немножко половина четверти на украинской и половина русской все-таки это так вот вот эти вот прекрасные побеги будут сейчас после съемки обрезаны оставится тот же принцип еще раз беру любую ветку вот смотрите вот скелет а раз с той стороны два три четыре ну и чтобы она вот сюда росла не сюда вот потому что места мало видите а вот сюда вот здесь вот я отрезаю и вот это примерно метр двадцать это извините выкину может быть кто-то из вас стоит фильм скажет а я тоже хочу рискнуть ведь привез же с украины а и человек уехать не надо а если окажется заврядный шорт такой у меня случай были манжурский абрикоса надо так влияет по двое когда-то несколько поколений увеличивает плоды а первое поколение может уменьшить рискуете пожалуйста 150 рублей и вот я вот эти примерно с 30 40 а еще некоторые помельче надо будет обрезать это все будет срезано и будет ждать несколько штук может быть продам если вы найдетесь запомните абрикос персиковый номер два потому что абрикос персиковый номер один ой нет минуточку я их когда цифры то называл я это самое а нет это прививка скелетная а ну-ка давайте посмотрим название и закончим этот фильм я надеюсь что пусть я много говорю что вам пригодится то что я сказал а п с номер два вот он п с номер два видите кто-то напишет хочу по с номер два остальное будет костре потому что специально каталог я включаю и неоднократно и не один урожай бывает да у меня есть абрикос я его назвал загадка на нем какие-то особые черенки они вообще ни на что не похожи а что будет ну дичекок не будет заурядный не заурядный я назвал загадку хотите покупать хотите нет я что один должен на украину ездить или не так я за вас на украину съездил еще показать что-нибудь значит черенки на я считаю что у них нет будущего вот они веточки посмотрите я вот эти веточки мог продавать по 200 по 300 рублей потому что у меня самые морозостойкие в мире колонавидная яблони смотрите я мог на них зарабатывать идем дальше дохнет дохнет только место занимает видите еще одна посреди сколько сколько междоузли посмотрите сколько этих самых плодовых почек они немножко плодоносили вот последний только множество плодоносил вот еще будет сомневаться от колонны вот пусть не совсем я их или ветки не обрезал боковые я не дурак вот посмотрели хоть одно отрезал на сергея мы решили что людей до морочить не будем конце концов урожай дерево зависит от площади листьев он пропорционарен урожай пропорционарен площади листьев видите вот поэтому никогда супер урожаев не будет еще сказки помните эти сказки берем одно дерево дает ведро полтора садим с густотой помидор умножаем на тысячи и получаем сотни тонн а на фотографиях рекламных значит на первом плане дерево увешано это ваш суп 20 плодов кругу яблок а на дальнем плане те же самые сколько я вам показывал издевался ну вот изгалялся а на дальнем плане те же колонны на них ни одного яблочка а вот так вот ну что еще показать но еще с водой запись не кончилось можно походить вот это с волги это европеец а вот дар небес я с него человеке срезал вине всего собрата с этого еще нет вот может быть сергеем будет врезать вот сейчас он приедет я помогу ему так вот еще один видите вот специально вот эти веточки боковые отрезал а вот это сергея оставил вот они самые лучшие но я уже начинаю предварительно обрезку вот таким вот образом посмотрите у меня всего два розмарина это не яблоки это шедевры вот на стола сергей срезал на прививку а с этого я вам продавал вот они видите фактически продал здесь еще можно срезать черенков несколько но хватит и над ними сгаляться вот это и есть маточное дерево посмотрите как она выглядит на следующий год эти ветки будут еще тоньше вот и еще год и если замены не будет других деревьев оно перейдет уже в разряд просто плотно сергей потому что уже эти ветки почти не полноценные видите все полноценное я уже вырезал вот здесь еще допустим даст что-нибудь несколько веток в общем принципе уже поняли вот дальше так хотел пойти к жерделе начать мою любимую тему которая называется насыщение ментора по мечурина вот это улучшение качества деревьев еще у меня будет винар я покажу письмо горькое злое типа вот тебя возвращают чуть ли не подавитесь вот я человеку вышел манджурские абрикосы они гибридные у всех потомка у меня ваулина ученого который получает уже молодых деревьев по 40 килограмм фотографий никаких дичков нет и вдруг человек это у меня наболело хотя тема другая вот и вдруг человек берет и пишет мне я тут прочитала вы зачем мне дикие прислали ёлки-палки а связи по электронке нет я вообще сниму специально процитирую кроме фамилии это письмо вот по косточкам разберу какие они черту дикие узнает об этом сотни а потом уже в этом яндексе тысячи людей но человек который считает меня чуть ли не мошенником вот который мне прислал выбрался какие то себе оставил остальные обратно вот забирайте обратно эти же манджурские абрикосы я посмотрел вернул мне обратно абрикосы фаина о эти косточки абрикосы фаина вот а для чего потому что из них вырастут дикари а есть такая девушка кузнецова она была так а теперь она теперь она господи замужескую фамилию все не запомню карташова да это девушка непростая она этот создала мой сайт мы с ней дружим она мои фамилию фаины вырастила получились плоды конечно не мои вот эти вот такие как у меня а в два раза мельче но когда она получила первых начали первый урожай примерно так кстати вот видите опять же это загадочное дерево стою вернулся значит первый урожай было два плодика мы встали вокруг стола восьмером и каждый плодик на четыре части разрезали и съели все растаяло во рту думаете все на следующий год у нее был полноценный урожай она в шоке она она теперь берет и начнет она теперь начнет выращивать плодопитомник она который суперспециалист в компьютерной этой компьютерной науке вот и уже начал они еще оказывается еще и пчеловоды сад в селами это уже не просто сад он вообще не будет не знать неудачи а это урал это южный урал это челябинск там средне годовая температура нет средне зимние на 2 градуса теплее моей вы чё не растить то отец совершил страшную ошибку начитался в интернете все ураганный ветер поднимается ладно поняли да то что она болела я сказал все заканчиваю ураганный ветер меня не будет слышно ураганный ветер на улице